Мариупольцы мало знают о городской медицине, специалистах и услугах, которые можно получить в государственных и частных учреждениях, считает главный медик Мариуполя Сергей Данилков. Теперь же информация будет доступна и каждый из нас сможет найти ее на новом сайте Медконтроль. Пока здесь разместили полную информацию 8 медицинских учреждений Мариуполя. Но это только старт. Сайт постепенно будет расширяться и наполняться новой информацией. У нас действительно есть услуги высокого уровня, о которых пациенты не верят, что они могут быть у нас. В частности, вы знаете, у нас два крупных проекта, которые в этом году стартуют. Это кардиоцентр, это урологический центр. И не все знают, что это можно найти не только в приватных закладах. На сайте представлены три основных блока – врачи города, медицинские заведения и каталог. Здесь можно найти нужного вам специалиста по фамилии, узнать о месте его приема и графиках работы, выяснить, какой центр первичной медико-санитарной помощи или амбулатория обслуживает вас по месту проживания. Визуально на карте это все показывается. К примеру, я живу на улице Зелинского. Переключаясь по амбулаториям, я сразу вижу визуально, какую территорию покрывает тот или иной участок. Находя свой участок, я его выбираю и сразу вижу, что, допустим, здесь педиатр такой-то. При необходимости могу связаться. Есть номер регистратуры. Если есть потребность посмотреть график приема, могу перейти на график приема. Это только первый этап реализации программы «Доброжелательная медицина», говорят в Управлении охраны здоровья. В перспективе появятся и новые интернет-проекты. Например, по реформированию системы регистратуры. А это значит, что мариупольцы смогут записываться на прием к специалистам, не выходя из дома. В планах также расширение работы действующего в Мариуполе колл-центра. Здесь появится отдельное направление приема обращений или жалоб медицинского характера. Елена Гнездилова, Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало».